15 тысяч подержанных, нерастаможенных машин пригнали в Украину за этот год. Это подсчитали эксперты Всеукраинской ассоциации автоимпортеров. Обычно автомобили везут из Польши или Литвы. Там они стоят в несколько раз дешевле. Можно найти иномарку в хорошем состоянии до 2000 евро. Наша Аня Алицкая провела расследование. По каким трем параметрам на литовских сайтах нужно искать машину? И какую лазейку нашли украинцы, чтобы не платить штраф и кататься официально? Но на нерастаможенном авто. Я на автовокзале. Еду в Литву покупать машинку на иностранной регистрации. Конечно же я не сама. Со мной Влад, который в этом автобизнесе настоящий ас. И откроет мне все его секреты. За год из Литвы привез в Украину более 80 машинок. Что за машинка? Машина будет Ford Galaxy 2001 года. Бензин-газ за 1950 евро. Цена, конечно, смешная. Проверю, насколько реально купить авто за эти деньги, пригнать его в Украину и каковы риски потом. Мой билетик, кстати, стоит 1200 гривен на автобус. Весь автобуски в Вильнюс просто переполнен. Но где же женский пол? Чувствую себя как в мужском царстве. Одна девушка в этом автобусе. Влад, а почему так? Ну, нету девушек. Тут бывают студентки иногда ездят. Ну, в этой поездке, видимо, будут они там дальнобойщики. Короче, я сегодня королева автобуса Киев-Вильнюс. Кроме дальнобойщиков, на этом маршруте здесь такие же перегонщики, как и Влад. Добираться до Вильнюса около 12 часов. Транзитом через Беларусь. Два часа от Киева, и я уже на белорусской границе. Хоть транзитом, но именно здесь часто возникают проблемы. Час пристального осмотра и проверок. И, слава богу, едем дальше. И спустя 12 часов особо без сна... Наконец-то я в Литве. Путь был очень тяжелый. Для начала заселимся в отель. Почти каждый перегонщик пытается сэкономить на жилье. Нашли на самом деле на букинге вот первый попавшийся недорогой отель, но чтобы он был недалеко от центра. Ой, здесь очень уютненько, правда? Здравствуйте. Номер здесь стоит около 800 гривен в сутки. И, кстати, очень приличный. Плохих запахов нет. Минимализм, но все чисто и аккуратно. Отличный вид на машинки, все, что нам нужно. Но прохлаждаться времени нет. Займемся поиском заказанного автомобиля. В Литве есть вообще два варианта покупки таких автомобилей. Это частные руки, ну и перекупщики. В частных руках вы видите, у кого вы покупаете автомобиль. Можно предположить, как человек ездил, как ухаживал за автомобилем. Акцедура очень простая. Вы просто договариваетесь о цене, подписываете договор купли-продажи, и можно уже нести документы в регидру. Чтобы найти частника, заходим на самый популярный литовский сайт продажи авто. Самое главное при выборе – это сразу забить город определенный. Не ездить по всей Литве, не тратить пустое время. Задаем определенные параметры, как можно уже. Самое главное – это бюджет, объем и тип двигателя. Мы нашли вот вариант, достаточно интересный. Это Renault Scenic 97-го года, он в Вильнюсе находится, стоит 480 евро. Вот это типичный… 480 евро машина? Да, да, да. Такой цены не бывает. Соответственно, в машине однозначно есть какие-то проблемы, потому что такая машина должна стоить приблизительно 1100-1200 евро. Такую машину лучше не покупать. Сдать на металлолом сразу. А есть второй вариант – перекупщики, которые в основном находятся на самом большом рынке Прибалтики в городе Каунас. У перекупщиков абсолютно другая система. Они ездят в Европу, собирают все автомобили и просто продают уже кому угодно. Я уже жду не дождусь, когда увижу этот огромный рынок автомобилей со всей Европы. А пока узнаю, какие машинки в тренде у самих литовцев. Ну, больше такие экономные, насколько я понимаю. Да, конечно, экономные, потому что бензин дорогой у нас. Литр бензина в Литве немного больше одного евро. То есть почти 29 гривен. А еще новые авто здесь практически не покупают. Пользуются где-то от 5 до 10 лет машины в Литве. Стоимость до 10 тысяч евро. И какая средняя заработная плата здесь в Литве? 500-600 евро. Что у вас за машина? Это у вас БУ или новая? Это БУ, это Toyota Verso 2010 года. И стоила она мне ровно 10 тысяч евро. Да уж, в Киеве я специально перед поездкой проверила цены на вторичку на столичном рынке. У нас такая машина с растаможкой стоила бы 17 700, почти 18 тысяч долларов. То есть почти полмиллиона гривен. А вот цена в Украине на Ford Galaxy, которую мы собираемся купить в Литве. Цена в Литве около 2 тысяч долларов. Здесь же 7,5 тысяч долларов. А это более чем в три раза больше. С нашей минимальной зарплатой в 1600 гривен накопить на БУ авто просто невозможно. Не говоря уже о машинке из салона. Если импортировать железного коня из Европы, то согласно стандарту Евро-5 завозить можно не старше 2010 года. Плюс растаможка 35% от стоимости авто. Но украинцы нашли ладейку без растаможки. Я езжу на автомобиле с китовскими номерами без растаможки уже порядка 4 лет. И в принципе с никакими проблемами не сталкивался. И я сам лично поехал в Литву, в Вильнюс. Поставил на учет и сам пригнал его сюда, в Украину. То есть вы автомобиль оформили на литовскую компанию? Совершенно верно. Я выбрал вариант транзитный режим для личного пользования. А это означает пребывание такого автомобиля на территории Украины не более 10 дней. После истечения 10-дневного срока наступает административная ответственность. На сегодняшний день она составляет 8500 гривен. Нарушение транзитного режима. Остановить меня может только сотрудник полиции. В полномочия полицейских не входит проверка таможенных режимов. А если вдруг вас остановит какой-нибудь таможенный полицейский? Таможенные проверки могут осуществляться только в зоне таможенного контроля. И в Украине таких авто, завезенных по этому принципу, уже несколько тысяч. Все, кто говорят, что их до сих пор не словили, ключевое слово здесь до сих пор. Они по-прежнему не владельцы машины, потому что они заезжают сюда на основании доверенности у иностранного гражданина. Это вопрос таможенной службы Украины их штрафовать. Штраф в размере 8500 гривен. Еще плюс к этому 300% от той стоимости, которая должна была быть уплачена в качестве цены растаможки авто. По сути, это машины нелегалы. Разрешить закона этот конфликт взялся народный депутат Порасюк, создав законопроект. Ты платишь на кордоне какую-то сумму частковую миту. На первый год это будет 0,2%. Если автомобиль стоит где-то 2000 евро, то нужно за него платить 156 евро этого часткового сбора. И нам дают позволить переселиться с ним целый год по территории Украины. Номеры будут закордонные. Порасюк уверен, что шансы принять этот законопроект есть. А я продолжаю свой автотревел по Литве и отправляюсь на самый большой авторынок в Прибалтике. Нам нужно еще ехать в Каунас. Это ехать сколько? Час, час 20. 100 километров. Вот наш автобус. Билет стоит 6 евро, но это экспресс и это достаточно быстрый маршрут. Мы уже в Каунасе, часть 10 на месте, где авторынок, Влад. До авторынка еще не так просто добраться, туда надо доехать на такси еще. Мне кажется, я бы уже быстрее до Нью-Йорка добралась из Киева, чем до Каунаса. Какие тарифы здесь в такси? У вас за посадку уже 59 центов сразу? Да. А какой тариф? 1 евро. 1 евро 1 километр? Да. А как дела обстоят со штрафами? А за превышение скорости? Если только 10 километров, так и переду кричневой. Если нормально превысить на 30-40 километров, 50 евро. А это около полутора тысяч гривен. В Украине за такие нарушения штраф в два раза меньше. Но не сильно ведитесь в Литве на разговоры с таксистами, а больше следите за таксометром. Значит, у нас получился проезд такси 5 евро. Ну, обычно просто за счет того, что здесь таксометр стоит. Он просто держит коробку передач и пальцами начинает там подкручивать этот таксометр, накручивая при этом прайс. Потому что мы были с камерой и он ничего не делал. Так что, если надумаете пригнать авто из Литвы так же, как и я, будьте предельно внимательны с таксистами. Слева вот наш авторынок. Это крупнейший авторынок в Прибалтике. Каждый день сюда завозят, наверное, по 10-20 автовозов. Каждый автовоз – это 7-9 машин. Тут же можно купить и страховку. Ну, то есть все происходит в одном месте. Ну, все, пойдем? За машинкой? Удалось ли мне на рынке найти машину за полторы тысячи евро? Ягуарчик цвета Тиффани. И как я чуть не попалась на фуфло? Смотрите уже завтра. Заматралась? Оформляйте. П recurringraz это это здорово. Дом YES. П�� тут вообще все, что уже не пропしました. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин – обрабатывается.